По информации пресс-службы Совета Министра, все предприемства реального сектора экономики Беларуси работают в штатном режиме. На своих прационных местах сегодня находились и работники субъектов господарения Гомельской области. Такую информацию нашим корреспондентам подтвердили у приватности на таких промысловых гигантах, как Мазырский нафтоперапроцовщик и белорусские металлургичные заводы. С дымышной группой телерадио-компании «Гомель» сегодня наведала акционерное товариство «Гомсельмаш». У апошние месяцы «Гомсельмаш» працует в напруженном рытме. Заказы на его продукцию расписаны уже до конца жнивня 2021 года. Только в наступном месяце необходимо вырабить 250 зерней и 50 кормоуборочных комбайнов. На самим предприемстве гэта темпы называют «космичными». Такой колькости машин тут не вырабляли на пълной николе. Правда, непосредна для рабочих великая колькость заказов означает махчимость зусім неадренно зарабить. У минулым месяце середняя зарплата у рабочих, які заняты на основной вытворчасті, склала 1600 рублёв. Мы по субботам выходим и остаемся во вторые смены. Работаем, работы очень много. Так что «Гомельмаш» некогда страдать ерундой. Я, как мать троих детей, хочу сказать – отстаньте от нас, дайте нам кормить свои семьи и обеспечивать своих детей. Все несбольше, як 12-тысячного коллективу холдингу «Гомельмаш» у делу забастовцы не пронял ни один человек. Коли у людей есть упэлненность у завтрашнім дні, заклики не приходять на предприемство, не знаходять в одгуку. Прыклад «Гомельмаша» свечить – люди жадают працаваць, а вымышанное спынене вытворчасті приводять до финансовых страд як для предприемства, так и для семиў працавніков. На «Гомельмаша» означают – некий старшышный комитет ніхто створаць не спрабавал. Ситуацию тут оцениваюць реально и адекватно. Есть все-таки, вы видите, сторонники, которые поддерживают, я бы сказал, даже эту разруху, беспорядки, которые устраивают на улицах. Люди просто не понимают, что они не думают о завтрашнем дне, что ждет в будущем нас, что будет, если остановится такое предприятие, крупномасштабное предприятие, как «Гомельмаш». Я думаю, последствия будут очень печальны. Каждый человек, который работает на данном предприятии, он работает не только во благо нашей страны, но и для достижения каких-то своих духовных, материальных ценностей, для того, чтобы обеспечивать семью. Когда вот этот коронавирус подошел к нам, да, вот сейчас вторая волна пошла, вот с чем нужно бороться. А вот эти вот митинги, вот эти, это как-то не для нас. Наш народ, он трудолюбивый, и мы хотим работать, хотим работать и зарабатывать. Сегодня на «Гомельмаш» набираются новых рабочих, яких будут рыхтовать во уластном учебном центре. Для того, как выконаць планы наступного года, необходимо додатково працеулатковать, ясшэкаля 200 человек. Олег Сюнцеров, Миколай Скинцяян, телерадио «Гомельмаш».